МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Адресаты Аитова – пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда. В общем, те, кому в период самоизоляции трудно сходить в магазин за самым необходимым. А тут в наборе крупы, чай, сахар, предметы первой необходимости и даже пасхальные куличи. Параллельно по Ульяновску курсируют еще несколько подобных бригад. В них – футболисты Волги. Для нас очень важно, что ребята своевременно отозвались и приняли это в участии. Помощь ветеранам очень важна. И видно, что ребята с желанием к этому отнеслись, с полной отдачей. Одновременно с футболистами на волонтерский маршрут вышли игроки хоккейной Волги. Одну из бригад возглавил галкипер команды Иван Силантьев. Еще недавно он радовал болельщиков игрой в воротах. Сегодня его последний рубеж – порог каждой из 15 квартир, куда он доставляет продуктовые наборы. За порог нельзя, не положено по инструкции. Приятно, конечно, помогать людям всегда было. Да, мне кажется, любому человеку приятно помочь. Я считаю, что это очень серьезная помощь, потому что людям нечего есть, они не могут себе позволить выйти в магазин. И это дорогого стоит, помогать людям. Маски и перчатки обязательны. Это условия футболисты и хоккеисты исполняют безукоризненно. Таково требование организаторов акции «Мы вместе». Ее инициаторами выступили ассоциации волонтерских центров «Общероссийский народный фронт» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики». А после уже сюда начали присоединяться к акции «Мы вместе». Все неравнодушные люди. И уже нет разделения на общественные организации. Есть просто одна большая всероссийская акция «Мы вместе». Около 200 продуктовых наборов за один вечер развезли по ульяновским адресам спортсмены-волонтеры. Это только начало акции. До конца апреля по ульяновской области в рамках «Мы вместе» планируется распространить около 20 тысяч продуктовых наборов. Михаил Сашанский. Новости Управды ТВ.